Почему вы оградили свое внутреннее знание? Потому что, стремясь понять мысли в форме, называемой материи, ваши мыслительные процессы так забуксовали в реальностях материи, что вы исказили все свое восприятие жизни. Понимаете, материя — это уровень мысли, созданный искажением мысли, насколько это возможно. Она создается занижением мысли до света, до электрума, а затем до разделения электрума на части, которые имеют отрицательное и положительное значение. Поэтому всякий раз, когда вы имеете дело с Богом в форме материи, вы воспринимаете и понимаете мысль не согласно чистоте и неделимой всесущности, каковой эта мысль является, а согласно разделению или полярности. Чем больше вы сосредоточиваетесь на материи и ориентируетесь на выживание, тем сильнее выражается полярность в вашем восприятии жизни. Вверх-низ, близко-далеко, быстро-медленно, светло-темно, большой-маленький, горячий-холодный, хороший-плохой, положительный-отрицательный. Для того, чтобы вернуться во всесущность чистой мысли, вам следует преодолеть искаженное эго, рассуждающую часть вашего мозга, которая ориентируется на физическую жизнь и на выживание. Это искаженное эго воспринимает согласно иллюзиям времени расстояния и разделенности. Это оно воспринимает все с точки зрения выживания и признания. Это оно разделяет и судит чистую мысль. Чистая мысль может прийти каждому из вас, но вы сразу же выясняете, хорошо это для вас или плохо, должны вы или не должны это делать, возможно это или невозможно, реально это или выдумано, разумно оно или неразумно. Каждый раз, когда вы судите свою мысль, разделяя ее на положительное и отрицательное, вы искажаете ее до более низкого частотного значения. Внутреннее знание ничего не судит. Когда вы знаете, вы никогда не раздумываете, правдива ли эта мысль, правильна ли она. Все мысли правдивы и правильны. Внутреннее знание не взвешивает и не оценивает мысль. Внутреннее знание позволяет мысли быть всесущностью. Оно позволяет вашим мыслительным процессам быть непрерываемыми, то есть непрерывными. Чтобы увидеть другой план, чтобы услышать более тонкий звук, чтобы стать легче своего веса, все, что вам нужно сделать, это знать, что все это реально и позволить этому внутреннему знанию стать ощутимым в вашем теле. Это все, что вам нужно сделать. Если вы не верите, что это реально, тот факт, что вы не верите является суждением, которое не дает вашему мозгу развиваться. Поэтому все то внутреннее знание, которое приходит каждый момент через ваш дух, отскакивает от вашего мозга и посылается обратно в отцовский разум. Тогда то, что вы получите, будет привязывать вас к этому плану и ограничивать им. Когда от Бога, повелителя вашего существа, вы пожелаете овладеть безграничным внутренним знанием, вы должны позволить всем мыслям, неискаженным суждениям, войти в сознание вашего мозга для того, чтобы они были полностью испытаны в вашем теле. Благодаря этому сознательному разрешению со стороны искаженного эго, делающего ваше желание ощутимым, гипофиз активизирует другую часть мозга, чтобы принять безграничное понимание. Что дает вам способность вдруг, откуда ни возьмись получить творческую мысль, когда она вам потребовалась. Вы просто позволили ей войти в ваше внутреннее знание. Это все, что вы сделали. Она всегда там была в ожидании, когда вы ее затребуете и позволите ей войти в ваш приемник. Вот как все это делается. И чем реже процессы вашего мышления буксуют в суждениях и искаженных мыслях, тем легче мыслям сверхсознания войти в ваше принимающее мозговое устройство. Учитесь видеть себя и жизнь глазами всесущности. Когда вы созерцаете цветок, не говорите, что он красив или некрасив. Это суждение, которое искажает мысль о цветке. А то, что чисто, это мысль цветок. Когда вы смотрите на цветок и видите его как цветок, как свет, как жизнь, как всесущность, тогда вы позволяете себе принять чистоту и всесущность мысли. И это посылает электрум высокой чистоты всему телу, чтобы оно его прочувствовало. Тогда вы думаете так, как думает Христос, потому что вы видите все и вся как равное и как всесущность. Всякий раз, когда вы не ограничиваете себя в познании нового и не судите свой опыт, вы позволяете своему мозгу находиться в активном состоянии, чтобы принимать мысли, выходящие за пределы вашего повседневного существования. Никогда не судите получаемые вами мысли. Не думайте о чем-то как положительном, ибо как может оно быть положительным, если вы не подразумеваете, что отрицательное тоже существует. Если вы говорите это хорошее, это означает, что что-то бывает плохим. Когда вы нежны и полны любви к себе, не говорите, что вы красивы или милы. Говорите, что вы Бог. Когда вы общаетесь с соседом, не говорите, что это хорошо. Говорите, что это Бог. Это означает, что оно есть как есть, что это просто жизненный опыт в своей чистоте и добродетели. Когда вы смотрите на другие создания и на выражение их жизни, никогда не зрите в них ничего другого, кроме всесущности. Если вы судите их выражение как хорошее или плохое, положительное или отрицательное, вы создаете в себе ощущение искаженности. А все, что вы ощутите, вы им и станете, потому что та мысль зарегистрируется как чувство внутри вашего существа. Таким образом, вы вредите самому себе, потому что это не они, а вы испытываете воздействие своего суждения. И это чувство, запечатленное в вашей душе, создаст прецедент для вашего дальнейшего осуждения своих действий и самого себя. Когда вы осуждаете другого за что-то, вы осуждаете те стороны самого себя, которые вы видите в нем. Поэтому их так легко опознать. Вот почему эти стороны привлекают ваше понимание. Другое создание служит вам всего лишь зеркалом вашего внутреннего самосуждения, как средство для примирения с теми сторонами самого себя, осуждения которых вы переняли от других. Когда вы смотрите на других, зрите в них всесущность, будьте беспристрастны. Если они жестоки и ненавидят других, сказать, что они жестоки и ненавистны, будет правдой, потому что они себя так и выражают на самом деле. Это их опыт всесущности. Сказать, что они плохи, сказать, что они подлые и несправедливые, выражая себя таким образом, будет осуждением, которое становится полностью вашим опытом, вашей искаженностью. Никто не стоит осуждения. Ни цвет кожи, ни действия, ничто не стоит того, чтобы искажать себя, лишаясь состояния Бога, состояния всесущности. Кто бы они ни были, как бы они себя ни выражали, любите их за Бога, живущего внутри них, который позволяет им быть такими. Только за то, что они есть, они уже должны быть любимы. Тот факт, что они существуют, превосходит все, что они когда-либо сделают. Любите их за то, что они есть, ибо пока они есть, несомненно, будете и вы. Если вы их будете любить независимо от того, кто они, и позволите той любви просто быть, тогда вы всегда будете чисты внутри своего существа.